приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поделимся самой актуальной и важной информацией на 11 декабря субботу поговорим о народном празднике также поговорим о том что сегодня за память трех святых отмечается обязательно уделим сегодня внимание практике на привлечении достатка и благополучия не забудьте взять одну денежную купюру и написать на ней следующие слова ну и конечно как всегда внимание уделим лунному календарю а прямо сейчас друзья подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации итак друзья народный календарь на 11 декабря сегодня 11 декабря отмечается народный праздник сойкин день православном календаре это день почтения памяти мученика in иринарха севастийского другие названия праздника иринарха в день степаны зимние или птица сойка также 11 декабря почитается память трех святых василия стефана и григория наши предки с этого дня предсказывали погоду на будущее лето если в этот день было сухо и холодно то означало что будет жаркое лето а если был день теплый на холодное лето и в народе этот день прозвали еще и сойкиным праздником честь яркой небольшой птички которую считали вещуней 11 декабря была такая традиция люди старались всеми способами завлечь в свой до дом свой двор сойку птичку вещунью такое прозвище она получила благодаря поверью что на ее крыльях есть есть два небольших зеркала в которых можно увидеть свое будущее а если в свой праздник сойка прилетит к дому да еще и споет песенку то это был очень хороший знак нужно было идти за ней считалось что она таким способом приведет к счастью кроме того сойка могла имитировать и разные звуки которым сегодня обязательно прислушивались люди если она грубо кричит то это означало что быть беде а если тонко то это народная примета была к радости а если весело и задорно то ожидается веселья сегодня 11 декабря в сойке день проводили особенный денежный ритуал для того чтобы разбогатеть для этого брались монеточки и кидали их в сугроб далее доставали по одной и говорили следующие слова деньги в снегу побывали силы в нем набрали будет их теперь много как куча этого сугроба когда все монетки были собраны клали их к другим деньгам на целые сутки считалось что они напитают своей энергией и другие сбережения а значит богатство будет увеличиваться женщина 11 декабря вязали так называемая сойки на одеяло из разных ниток чем больше их и чем они были ярче считалось что тем лучше этим покрывалом укрывались в спорные моменты в трудные минуты люди верили что лежащему под этим одеялом всегда приходят верные решения из семьи сойкина покрывала нельзя было выносить стирали его отдельно от всех и не использовали ежедневно если она прохудилась то распускали его и вязали новое поскольку птичка сойка считалось вещей то в ее праздник традиционно занимались и гаданиями и предсказаниями особенно распространенным было гадание на бабах с помощью которого предсказывали будущее в любви узнавали о доме и семья также о здоровье и финансах рожденные 11 декабря люди были выносливые и волевые они берут на себя ответственность при этом не только за себя но и за других людей они обладают достаточно мощной сильной энергетикой которую можно почувствовать на расстоянии они лидеры по жизни которые не боятся брать на себя обязательства и ответственность не только за себя но и за других людей а вот в качестве талисмана им подходит опал конечно же 11 декабря были и запрещающие приметы которые запрещали делать то или иное в сойкин день поэтому народные приметы 11 декабря в сойкин день предупреждали незамужних девушек что в этот день им ни в коем случае нельзя ходить с распущенными волосами иначе очень долго не найдет не найдут свою любовь а чтобы не быть в одиночестве сегодня нужно заплести косу или же собрать волосы в пучок обладательницам коротких стрижек следует воспользоваться заколками лентами или ободками нельзя было 11 декабря давать подаяние монетами иначе считалось что можно счастье свое вместе с деньгами отдать сойкин день нельзя и перебивать было старше как по возрасту так и подсыпал социальному статусу по званию должности иначе можно назвать на себя проблемы на работе 11 декабря нужно внимательно слушать что они говорят а как их советы помогут в решении многих вопросов связанных как с карьерой так и с личными отношениями запрещено давать что-то из дома и соседям по народной примете с отданным можно расстаться и с семейным счастьем удачей и радостью также начнутся ссоры скандалы и недомолвки между супругами родственниками а также возникнет конфликт отцов и детей 11 декабря нельзя указывать и пальцем на сойку поскольку такой жест мог спугнуть удачу на птичку надо смотреть молча и в этот момент загадывать желание и она обязательно исполнится при том еще до конца зимы не разрешалось в сойкин день 11 декабря если на улице идет снег его затоптывать таким в таком случае наши предки считали что можно затоптать и свою удачу рекомендуется 11 декабря взять гордь свежего снежка взять в ладони и нашептать на него свое желание после подкинуть вверх и постараться попасть под снегопад согласно народной примете задуманная вскоре исполнится также сегодня не планируйте ни с кем совместную жизнь путешествие или переезды не говоря уже о реальных действиях в этих направлениях любая активность 11 декабря окажется в лучшем случае бесполезной и сегодня 11 декабря в этот день вы можете зарядить кошелек и деньги не только для себя но и для всей семьи для этого возьмите купюру ту купюру которая вам больше всего нравится в вашем кошельке главное чтобы она была как чистенькая непомятая ну и постарайтесь чтобы она была по новее и банкноты было постарайтесь самого наибольшего номинала далее напишите на этой купюре мои доходы растут ежедневно или деньги приходят легко и просто и после этого сделайте так называемый свертыш из купюры и зажмите между ладошек и зарядите энергией представляет представляет то что вы и ваша семья достаточно богатая и имеет много денег далее а после того как вы себя представили помните что мы эту практику право им только в хорошем настроении в этот момент не нужно завидовать злиться плакать до после этого высоко провели эту практику обязательно поблагодарите вселенную спрячьте за заряженные купюры в кошельке всех членов семьи и ровно через один день потратьте их по потому целевом назначении которые вы планировали главное не погашайте кредиты и долги далее друзья у нас с вами лунный календарь на 11 декабря 2021 года сегодня у нас с вами седьмой и восьмой лунной тени растущая луна в знаке зодиака рыбы вы знаете сегодняшний день 11 декабря один из самых и удачных дней для работы и бизнеса хотя следует отметить что в какой-то степени этот день провокационный и сегодня любые слова которые вы скажете будут иметь магическую силу поэтому сегодня если вы проводите ритуалы практики обряды обращайте внимание как вы говорите слова с какой энергией это очень важно если у вас плохое настроение ни в коем случае не приступайте книг ритуалам ни к обрядам потому что ни к чему хорошему это не приведет и сегодня с кем бы вы бы не общались кем бы вы не говорили от все очень чутко отлик откликается на каждое слово даже если вы случайно что-то сказали не то возможно все сказанное притвориться в жизнь и хорошее и плохое а все пожелания вслух себе и окружающим осуществляться помните что зло сегодня особенно наказуемо поэтому употребляйте слова и выражения очень осторожно сказанное дурное пожелание непримерно вернется вам бумерангом считается что сегодня удача 11 декабря сопутствует мудрым и справедливым вы знаете сегодня очень важно сосредоточиться если вы сосредоточились на тех целях и задачах то вы можете почувствовать небывалый подъем во всех своих душевных и физических силах главное сегодня мудро реализовать их направить всю энергию на созидание фундамента то и основы которые можно будет ощутить под ногами самые трудные моменты пора воплотить в жизнь хороший проект давно задуманное дело на которое раньше просто не хватало сил и решимости и сегодняшний день дает возможность осознать свои желания и свои способности а также найти внешние и внутренние ресурсы и ресурсы и резервы для проявления и понимания своих способностей и целей это время будет удачно для всех дел которые связаны с уединением вдохновения и отдыхом также обращаем ваше внимание что этот день благоприятен для любых мероприятий связанных с водой но нежелательно трогать сегодня важные дела так как в этот день ослабевает ощущение реальности и этот период благоприятен для призму прояснения различных фактов и моментов вашей жизни но лучше если вы 11 декабря отдохнете расслабитесь а и отдадите на боли чувства так вы сможете сбросить себя груз бытовых и рабочих проблем кроме того у нас 11 декабря это суббота значит есть время отдохнуть и насладиться отдыхом также друзья обращаем ваше внимание сегодняшний день считается активным и удачным для всех честных и порядочных людей также день хорош для новых приобретений покупка сделана 11 декабря принесет вам радость и удовлетворение более того вполне вероятно что ваша сегодняшняя молитва будет услышана обращаем также внимание что сегодня необходимо собранность организованность ответственность особенно если вы сегодня бываете где-то в общественных местах обратите на это пожалуйста важное внимание что же касательно стрижки несмотря на то что луна входит в растущую фазу луны и лунный и сегодня волосы быстро отрастут делать стрижку все-таки 11 декабря не рекомендуется вашей внешности ничего не грозит но здоровье может быть ослаблено с другой стороны эта процедура поможет вам раскрыть в себе интуицию или даже увидеть вещи сон окраска волос повысит вашу притягательность сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завидными локонами вы удивитесь но именно кудрявые волосы принесут вам удачу повысит стрессоустойчивость и увеличит количество энергии это усилит энергетику природы особенно опасно обращаем ваше внимание в этот день обманывать и лукавить потому что ложь сегодня обладает большой разрушительной силой нельзя произносить и грязных плохих слов не стоит также бить посуду рвать бумагу какие бы то ни было письма и обращаю ваше внимание что сегодня любые слова которые вы произнесете которые вы скажете будут иметь силу поэтому если вы хотите ругаться выяснить выяснить какие-либо отношения или устраивает скандал перенесите на другой день потому что вы во первых никаких целей не добьетесь во вторых отправляя энергетический такой посыл в негативном плане вы обратно то же самое получите надо ли вам это маловероятно верится в это поэтому будьте осторожны в этот день мы вам всем желаем удачи изобилия благополучия и хорошего субботнего дня